МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Здравствуйте! В эфире военная программа канала НТВ. Смотр". С вами Сергей Кузнецов. Смотрите в этом выпуске. Тренажер, где все по-настоящему. Нитка. Работа над ошибками. У каждого летчика есть памятные даты. Первый полет, первый самостоятельный вылет. У корабельных летчиков есть еще одна дата. Первая самостоятельная посадка на блок с зацепом за трос. Как отработали молодые палубники на нитке? Смотрите продолжение репортажа с тренажерного комплекса в САКах. Мы прилетели в Крым именно на этапе вылетов с инструктором перед контрольными полетами. Из молодых летчиков первым совершил самостоятельную посадку Олег Костяной. Но программа у него была значительно сокращена. К моменту начала полетов на нитке он уже сделал 24 самостоятельные посадки на корабль. Правда, на Су-25 УТГ. Здесь, в Крыму, Олег осваивал боевой Су-33. Вместо шести летчик сделал два контрольных полета. И 10 сентября выполнил тренировочный полет с зацепом за трос на Су-33. Первыми по полной программе продвигались Станислав Авдин на Су-33 и Виктор Томбок на Су-25 УТГ. Они опережали остальных всего на несколько полетов. Не повезло только Славе Лунину. Из-за отказа техники во время полета он должен был пропустить несколько смен. Таковы медицинские требования. После серьезного авиационного инцидента медики отстраняют от полетов на 7-10 дней. Поэтому он немного отстал от остальных. После окончания полетов следует их разбор. Он делится на две части. Так повелось издавна. И традиция поддерживается и сегодня. На первой стадии участвуют все. Такие разборы проходят в любом авиаполку. А вот дальше у палубников все совсем иначе. Вторая часть уже исключительно для летчиков. Командир в обычной жизни добрый и улыбчивый здесь становится жестким и непреклонным. Понятий пустяк, мелочи для него просто не существует. И никому никаких поблажек. Первое касание из зеленого второй трос, но там скорость была маленькая, 215. Второе касание из желтого. Первый трос 210. Не знаю, или ты испугался или нет, больше ты не придавливал и не держал свет. Все время уносил и уносил. Всем говорю, все, которые здесь сидят, все, которые начинают летать. Учитесь принимать решения в отношении самого себя. Адекватное решение. Нам ошибаться нельзя. Скорость, она же не просто так меняется скачкообразно, если у вас обороты стоят. Вы что же вы вот делаете? Это не то, что вы первый полет утром пришли, самолет как в массе стоит, вы там чуть-чуть двигаете, пусть даже немножко инертно, пусть даже чуть длинные движения. Но он летит, потому что спокойно в атмосфере и вам все как бы понятно. Если вы будете сейчас тупо летать, не обладая пространственной вот этой оценкой обстановки, которую у вас вот здесь, которую вы видите, как хамелеон по бокам, когда смотрите, грош вам цена. Вы должны знать, куда идет самолет. Вот почему на полосу заходишь? Ты куда заходишь, смотришь? В торец? Да, ты смотришь хотя бы район. Леша, куда ты смотрел, когда падал, без скорости? Куда ты смотрел? И это еще не самый жесткий вариант разбора полетов. Наше присутствие, конечно, сдерживающий фактор. Ну, жесткие, жесткие, это я их еще жалею. Да? Да. Да и ваше присутствие, конечно, не хочется при вас, конечно. Вот, а так, полеты разбираются достаточно жестко. Мельчайшая ошибка, неточность, чуть более замедленная реакция – это повод для разбирательства. Самый ничтожный недостаток пилотирования сегодня-завтра может обернуться катастрофой. Это необходимая мера, потому что разобрать полет – это основное, это, во-первых, записано в руководящих документах, а то, что мы разбираем вплоть до каждого действия летчика, что он делал, что он делал на глиссаде, как он устранял те или иные ошибки – это просто, это школа. Это надо, потому что без этого полеты выполнять будет очень тяжело. Чем жестче разбор полетов, тем точнее будет посадка. Не мягкой. Мягких посадок в палубной авиации не бывает, а именно точной. Вот, как говорил Тимур Афтандилович, это единственный вид летной подготовки, где должен быть жесткий стереотип. И ничего тут не надо изобретать, здесь уже давным-давно все изобретено, вымерено, выверено, только надо делать вот так, и не иначе. Все. Ну, это, потому что это везде, шаг вправо, шаг влево. Справа ушел, тебя выбросит на надстройку. Там люди, там самолеты, влево. Снищавшись еще чего-нибудь, пожарника, луну и так далее, и там подобное. Не зацеп, стянул обороты, нырнешь. Ушел в красный свет, корма рядом. Чуть-чуть вытормаживания поймал, тут же получается самолет садится. Он просто незаметно для летчика теряет скорость. Он ручкой держит кабину в определенном цвете, а его корма просаживается. И когда корма самолета встречается с кормой корабля, ничего хорошего не будет. Выговоры, которые делают здесь, не служебная формальность. Здесь действительно выговаривают. И выговариваются. Но не для того, чтобы кого-то обидеть. Факты бьют больнее самых неприятных слов. И этот удар надо держать. А ошибки исправлять. Главный смысл всех разборов полетов – сохранить жизни летчиков. Старший товарищ РВП, командир полка, они видят лучше, конечно. Имея больше опыт полетов, летчик иногда может не видеть свою ошибку и не понимать, от чего она образовалась. Почему такое отклонение пошло. Ну, а мы видим, подсказываем. И каждого летчика, если разбираешь, выделяешь общую ошибку, общую, для всех, которые именно в данную летную смену. А потом разбираем конкретно по каждому летчику. Здесь нет зеленых пацанов. И, конечно, любому неприятно, когда буквально тычут носом в ошибки. Иногда самые, вроде бы, незначительные огрехи. Но по-другому просто нельзя. Понимают это все. Конечно, конечно. На обиженных воду увозят. У нас обижаться, да, у нас обижаться мы не имеем права, потому что права на ошибку нет. Если выдержать отклонение плюс-минус 3 метра максимум. Но 3 метра мы не допускаем, чтобы от осевой линии. Потому что 5 метров, если сел справа, например, ты крылом заденешь нос стоящего самолета на корме. Поэтому стараемся делать так, чтобы отклонения максимум были в полметра. Вот это вот полметра от осевой линии. Это идеал. Получил на орехи. Аргументированно, профессионально, не повторяя ошибок. Будь еще старательней, собранней. Молодые это понимают. И относятся к таким разборам полетов крайне серьезно. Правильно. Ну, я думаю, это обязательно должно быть. Не обиды на командиры, что у меня такие замечания какие-то? Нет, даже вообще никакой обиды не может быть, потому что от этого зависит дальнейшая судьба нас. Тех, кто начинает летать. На корабле здесь нитка, она позволяет безопасно научить летчик. Это вообще, ну, то есть даже неоспоримо помогает. То есть разборы нужны. Даже, наверное, и пожестче в некоторых местах. Стоит объяснить, человеку понять, что это ты идешь на таком режиме, на котором не летают многие самолеты, не заходят на посадку. Ты идешь на нем, и от этого зависит твоя жизнь. Тем более, надо думать не только о себе, у каждой есть семья. И командиры, я думаю, все правильно делают. Даже видно в фильме «Форсаж», как Кимур Автандилович разборы проводил. Там, конечно, было еще жестче, да. Наверное, так и надо. Здесь ошибки не прощаются. Высшая школа летного мастерства перед полетом с палубы авианосца продолжается. Еще один очень важный момент – научить самостоятельно оценивать свой полет. Если он не научится летать на нитке, на корабле он никогда не будет летать. Вот. Самая важная задача, самая важная задача моя – научить летчика анализу выполненного полетного задания. Проанализировав свой полет, мы просто учим. Вот, с лейтенантов берем и начинаем. Вот. Как ты летал, что летал. Смотрим пленки. Вот. Смотрим свои отклонения, которые у нас возникают. Смотрим работу рулями. Объективный контроль, особенно межполетный, позволяет выявить ошибку летчика. Оценить его состояние. Понять, готов ли офицер к взлетам и посадкам с палубы. И здесь очень важна реальная самооценка. Корабельный летчик – это летчик, который самостоятельно проводит анализ ошибок. Детально разбирает собственный полет. И в дальнейшем старается не допускать недочетов. 14 сентября 2010 года. Раннее утро. Первыми на учебно-тренировочных Су-25 выруливают Стас Авдин и Виктор Томбок. Это их крайние, шестые контрольные полеты. Если все получится, то за ними последует самостоятельная посадка. Летчики целый месяц интенсивно готовились к этому событию. Начиная с 19 августа, они выполнили всю программу подготовки на нитки. Далось это непросто. Несмотря на то, что авиаторы опытные, способные, полные силы. К этой странице в летной биографии наши герои шли всю жизнь. Для Стаса Авдина путь к первой самостоятельной посадке на блоке начался с 2005 года. Он осваивал Су-25 УТГ. Проводил много времени на тренажере Су-33. Именно тогда мы с ним и познакомились. В 2009 Станислав начал осваивать Су-33 уже не на земле, а в небе. Сначала начал летать по-нормальному Су-25 УТГ. Осваивать новые виды, которые до этого не летал. Такие как наклонный пилотаж, высший пилотаж и полеты на минимальных скоростях. Вид такой, который не летает ни в одном полку, нигде, кроме нашего. И в прошлом году приступил к полетам на Су-33. 13 августа был год с первого полета на Су-33. К сожалению, в наш единственный корабельный полк так и не поступило с парка на базе Су-33. Поэтому летчикам приходится учиться на Су-25 УТГ. А это два совершенно разных самолета. Учебная сушка, дозвуковой, создан на базе штурмовика Су-25, неприхотливого солдата Непр. Су-33 – палубный истребитель четвертого поколения. Его базовая модель – Су-27. Само управление этим летательным аппаратом устроено принципиально на ином уровне. УТГ – это как бы, ну, самолет, ну, грубо сказать, прямого управления. То есть ты управляешь управляющими поверхностями. То здесь ты управляешь, грубо говоря, роботом. То есть у тебя нет прямой связи с управлением самолетом. У тебя есть загрузочный механизм, который загружает тебе ручку управления. И поверхностями уже управляет система дистанционного управления. Вот. Поэтому ощущения, как бы сказать, такие были непривычные, но палатирование это облегчает. Помогли долгие часы, проведенные на тренажере. И хотя виртуальный тренировочный полет никогда не заменит настоящий, но подготовит к нему. Так, например, кабина реального самолета становится знакомой до мелочей. Многие навыки уже на земле доводятся до автоматизма. Я хотя бы, не то, что не волнуюсь, я правильно распределяю внимание. Знаю, в какой момент куда мне посмотреть. Вот это как бы основное. То есть я не мечусь по кабине, ища нужный прибор. Я знаю, где он, и мне хватает, там, ну, доли секунды. Я бросил взгляд, и все, я занимаюсь уже другим прибором. А в голове все это переваривается и в правильном последовательности. Все внимание летчика направлено на выдерживание цвета и трех параметров. Скорости, угла и направления. Все же зрения хорошие проверяют, видят направление. Вот и мне так же кажется, что я иду четко по курсу. Руководитель визуальной посадки говорит, слева 20 метров. То есть, и как бы, благодаря тренажеру, да, я внимания уже на приборы мне меньше надо. Я уже больше уделяю направлению и выдержану цвета. Потому что зеленый цвет, я посмотрел, ширина луча плюс-минус 5 угловых минут. То есть очень мало. Очень мало. Если градус на транспортире приставить, разделить его на 12, вот эта ширина зеленого цвета луча, чисто зеленого, который надо выдерживать. Полеты на тренажере – часть тяжелой летной работы. Следующий этап – взлеты и посадки на нитки. Огромном тренажере, где все по-настоящему. И здесь начинаются новые трудности. А когда начались касания, столкнулся с проблемой, что первый полет слетал, были хорошие условия, то после второго, по-моему, или третьего полета я вылез и просто не понимал, что происходит с самолетом. То есть я вышел с самолета, подошел к инструктору и говорю, я просто не понимаю, что это. Он говорит, ну как же, ты же до этого летал, вроде получалось. Опыт, опыт и еще раз опыт. Никакая теория, никакие самые совершенные приборы не дадут уникального чувства палубника. Приборы могут не отразить точной картины, а теория – не предусмотреть конкретную ситуацию. Нужно вырабатывать инстинкт корабельного летчика. То есть ты видишь на приборах одно, но чувствуешь другое. И РВП тебе подтверждает своими словами, это твои чувства. И ты понимаешь, что больше даже приходится действовать, ну, как чувствами. Что чувствуешь, да. То есть, да, потому что приборы, ну, не успевают, та же скорость. То есть ты чувствуешь, что самолет сейчас будет уже разгонять скорость и уходить выше для сада заданной. А приборы еще показывают нормальные, 240-245. И ты уже на упреждении срабатываешь и чувствуешь, что это правильно. РВП тебе подсказал, что все правильно. То есть работать надо с упреждением. Это особенность. Ну, и дозирование движения. Чем ближе к блоку самому, к касанию, тем надо четче дозировать свои движения. Это очень трудно. То есть, ну, на полосе таких требований нет. Даже в заходе в минимум погоды все равно ты выходишь из-под облаков, обнаруживаешь полосу и дальше уже работаешь. Хороший летчик должен управлять самолетом так же легко, как тренированный спортсмен управляет собственным телом. Посадка по палубному. Высший пилотаж ювелирной точности. У многих здесь может ничего не получиться вообще. А сразу не получается ни у кого. Только работа. Работа на износ. При этом осмысленная. С беспощадной оценкой собственных ошибок и их исправлением. Сдаваться нельзя. А вот отдыхать необходимо. Иногда помогает просто небольшой тайм-аут. На втором или третьем полете на касаниях вообще вышел, ничего не понял. Самолета просто, ну, даже, честно сказать, расстроился. Подошел к командиру институции, говорю, ну, что ты... Ну, они говорят, ну, как же, я не понимаю, что вообще с самолетом происходит. Я вхожу в блок, и самолет то вверх летит, то вниз падает. То есть, ну, даже и, наверное, как специальная-специальная погода сама помогла, она испортилась. И выдержать паузу, вот две смены, грубо говоря. Да, то есть это время ушло сколько? Три-четыре дня. Я, грубо говоря, слетал один контрольный полет. И, по-моему, еще один... А, ну, и вот этот, который не получился на касание всей. И вот прошло время. Я осмыслил, подумал, поговорил. Мне еще раз рассказали, то есть, какие-то особенности, с чем я столкнулся. Вот. Полетел следующий полет, и как раз погода улучшилась. Ну, снова стал облочный ветер, все хорошо, облака вошли. Хотя метео давало пофу и погода. Вот. И все получилось. Как бы не сразу, конечно, постепенно. Там четвертый трос, второй там щупал. Первый трос даже был до первого. Там 10 метров. Ну, это мое, это я сам поработал, почувствовал, ну, и стало понятнее. Потом контрольный полет и зацеп. Контрольный полет. Рубикон для летчика. Еще одна преодоленная планка. Выполнил, значит, получил допуск к тренировочному полету на Су-33 с зацепом. С зацепом, но без инструктора. Су-33 всего одно место в кабине. За спиной нет опытного инструктора, который может в случае чего прийти на помощь, подсказать или поправить. Начинающий летчик-палубник один на один с такой короткой посадочной полосой. Ему помогает урок, который он усвоил в полетах с инструкторами, и голос РВП. Руководитель визуальной посадки еще и тонкий психолог. Он знает, что, когда и каким тоном надо сказать. Для каждой ситуации свой уникальный рецепт. К каждому летчику свой подход. Станислав Авдин успешно выполнил свой контрольный. И по горячим следам должен лететь самостоятельно. На это, в перерыве между полетами, его и настраивал Сергей Устюхин, инструктор Стаса. То есть, говорим, все, Стас, ты готов? Ты пошел. Он говорит, да, я готов. И он пошел. У нас же все равно с ним был такой разговор. Когда мы сделали контрольный полет, я говорю, Стас, ты готов? Ну, да, я готов. Я должен сам лететь, но, я говорю, вот, есть такое понятие, как методическая ложка. Ну, в полетах, в любых. На полосу, вот у курсантов бывает это. Когда человек делает первые тренировочные полеты, он как бы делает, как его научили. А потом, после нескольких, по-моему, шести полетов, он начинает уже экспериментировать. И вот это как бы плохо, потому что уровень качества техники полетирования человека падает, потому что он начинает сам искать себя. Ну, и как бы, я, видимо, ну, вышел, честно говоря, уверенно. Вот эта ложка у меня прошла на касание. Ну, мое личное ощущение. Потому что именно там я вообще ничего не понимал, что происходит с самолетом. Я ее пережил. Вот. И инструктору спросил, то есть, он летит. Все. То есть, он мне дал, я там слетал. На его ТГшке и потом сам пошел. Ну, честно говоря, была какая-то уверенность уже. Уверенность – хорошее чувство. Особенно она нужна в таких сложных полетах. Важно только не терять уверенности, когда не все получается. Вот первый заход. И неудача. Самолет пролетает три троса, и гак не цепляется. Первый не зацеп, была, ну, чисто моя ошибка. То есть, маленько все-таки еще надо учитывать особенности каждого самолета. Идешь на границе вторых режимов полета. Вот. То есть, скорость выдерживать надо очень четко. И учитывать при этом остаток топлива. То есть, ты летишь, постоянно смотришь, какой у тебя остаток топлива. Соответственно, с этим изменяется угол атаки. Ведь особенность захода в том, что выдерживаться должен постоянный угол атаки. Чем меньше остаток топлива, тем меньшую скорость надо держать для удерживания заданного угла атаки. Вот. И в первом заходе я, честно говоря, первый раз на этом самолете летел. Вот. И переучел. То есть, потерял скорость. Переучел. Уменьшил обороты меньше нужных. И потерял скорость. И все это началось перед блоком, как раз за 700 метров где-то до него. И я начал восстанавливать заданную скорость. И раскачал, грубо говоря, самолет по скорости. И уменьшил угол атаки. Ну, вы видели сами, что самолет в меньшем углом атаки просто перелетел, все, и упал за третьим тросом. Это анализ самого летчика. Будущих палубников специально учат скрупулезно анализировать все ситуации. Любой полет и почти идеальный, и с помарками, школа и опыт. Стас Авдин разбирает свои ошибки так профессионально, что ясно. Инструкторы и командиры учили его не зря. Второй заход на блок нитки. Внимание на блоке. Самолет за цепом. Все укрытия. СССР, СССР, СССР. Возврату готовы. Принял. Соср, возвращаем трос. Да, возвращаем трос, осматриваем. Принял. Вы опускаете, поспорим. Принял. Есть. Есть зацеп. И есть еще один летчик, совершивший самостоятельную посадку на блоке. Капитан Станислав Авдин. Ему всего 27 лет. 17 лет назад такой же молодой капитан совершил свою первую посадку на блоке нитки. Это командир полка Евгений Кузнецов. У Сергея Устюхина на глаза навернулись слезы. Очередной ученик совершил самостоятельную посадку. Дело всей жизни продолжается. Стас во втором заходе учел свои ошибки и сделал все, как учили. Как, наверное, курсант третьего курса, который первый раз вылетает на самолете. Все сделал, как научили, радиоуправляемый, но в голове осмысления еще полного нет. Вот даже сейчас, вот мне даже спрашивают, что ты какой-то задумчивый ходишь. А я еще не могу, ну, привыкну, потому что, ну, хожу, и каждый полет еще летаешь, летаешь. В каждом есть ошибки, то есть ни одного чисто полета. И даже второй полет потом полетел, не получилось. Вот. Все пока до сих пор хожу, осмысливаю, да, и учусь. Программа «Смотр» прощается с вами на неделю. До встречи на канале НТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА